Добрый вечер всем! Мы здесь рассказываем об этом, что каждый человек может встретить Бога по-настоящему. Потому что Бог — это личность. И Он тебя так сотворил, что ты можешь иметь с Ним отношения. И, во-первых, ты тоже личность. Ты можешь иметь отношения с Богом с сердца до сердца. И Бог так сотворил всех людей, что они нуждаются в этом, чтобы встретить Бога. Независимо от того, что ты веришь в это и не веришь. Независимо от того, у тебя внутри есть такое место, которое может наполнить только Бог. Только Он. Но путь к Нему Он только через Иисуса Христа. К Богу можно прийти на Его условия. А Его условия — это, чтобы ты пришел к Нему через Иисуса Христа. Потому что Бог стал человеком для твоего спасения. Человек упал. Человек согрешил. Но Бог стал человеком. Пошел на крест. Умер за твои грехи. Воскрес. Победим смерть. И сейчас, через Его воскресенье, ты можешь жить по-настоящему. Но нужно смириться. Нужно смириться. Нужно поверить в это, что Иисус — это Спаситель. И Он, твой Спаситель. Независимо от того, веришь в это или не веришь ты в это. Независимо от того, Он — Спаситель. Если ты это примешь, ты будешь с Ним в вечности. Но если ты это отвергнешь, то будешь в вечности без Него. Существует такое, как небеса, и существует такое, как ад. Это не сказка. Это духовная реальность. Существуют небеса. Существует ад. И ты здесь решаешь, куда ты попадешь после смерти. Ты решаешь. Ты можешь принять это решение, которое спасет тебя. Ты можешь сделать даже сейчас этот шаг веры. Сказать, да, я хочу тебе, Иисус. Я верю в это, что ты сделал на кресте колдов. Я верю, что тебя распяли для моего спасения. Ты можешь это сделать даже сейчас. Если ты сделаешь этот шаг в веру, то Бог сделает шаг к тебе. Ты можешь приближиться к Нему. Он тогда приближится к тебе. нет. Нету ничего важнее, чем встреча с Богом. Потому что от этого зависит твоя личность. Это самое важное решение в твоей жизни встретить Иисуса Христа. Я пришла к Нему 27 лет тому назад и никогда я этого не жалела, потому что Он меня спас. У меня были мысли о самоубийстве. У меня была депрессия. И когда я пришла к Нему, тогда я обратилась к Нему и сказала, что я просто уже не могу. Он все изменил. Он стал моим Господом и Спасителем. Я попросила Его за это, чтобы Он стал моим Господом и Спасителем. И когда это произошло, я просто почувствовала даже физически, что какие-то страшные беремена кто-то убрал из моей спины. Просто я почувствовала себя очень легко и радостно. Я пережила тогда мир, которого я никогда раньше не знала. Я поняла, что произошло что-то сверхъестественное. Я поняла, что я сейчас нашла это, что я целую жизнь искала. Что я это нашла. И это было 27, уже сейчас почти 28 лет тому назад. И Бог всегда со мною. Это мой друг. Он верный. Он добрый. Он меня никогда не разочаровал. Он меня никогда не оставил. Это просто прекрасно. Жизнь с Богом прекрасна. Я не говорю, что всегда легко, что нету проблем. Но когда с тобой убор, это совсем другая перспектива. Это совсем по-другому. Просто знаешь, что Всевышний Бог твой друг. И когда ты это знаешь, ты совсем по-другому относишься к проблемам в твоей жизни. Каждый может встретить Бога. Каждый человек может прийти к Нему. Если ты честно придешь к Нему, если ты откроешь свое сердце и скажешь Ему я нуждаюсь к тебе. Я тебя хочу. Он придет в твою жизнь. Он хороший, он верный. Сейчас время бога дать. Ты пользуйся этой возможностью. Приди к Нему. Приди к Нему. Смирись. Просто придет такое время, что будет слишком поздно, потому что Он возвращается на эту землю. Он возвращается на эту землю как судья. Он возвращается на эту землю как судья, как царь царей, как большой король. И тогда будет слишком поздно, чтобы покаяться. Но сейчас есть время на это. Сейчас ты можешь это сделать. Сейчас можешь прийти к Нему. Я тебе желаю встретить с Богом, потому что ничего важнее, чем встреча с Богом. Это самое большое счастье встретить его. . spr arrangement с Богом. Продолжение следует...